Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником Успения Пресвятой Богородицы. В день празднования Успения Пресвятой Девы Марии, каждый из нас по-особенному относится не только к переходу из этой временной земной жизни в жизнь вечную Пресвятой Девы Марии Богородицы, но и должен задуматься о своем переходе, о Успении Божьей Матери за ее праведную и святую жизнь сказано и написано очень много. Сам Христос пришел за ее душою, чтобы оживить, чтобы воскресить свою Мать и даровать ей вечное пребывание в Царстве Своем. А что ожидает нас? А мы-то говорим грешники, мы-то смерти боимся, потому что куда дальше, то наша жизнь отличается от той святости, к которой должна бы стремиться душа наша. И вот сегодня мне хотелось бы дать несколько советов о том, что сделать, чтобы смерти не бояться. Казалось бы, смерти боится каждый человек. Мы живем сегодня в военное время. О средствах, которые помогут православным христианам не только не бояться смерти, но и знать и утверждать перед беседой и, может быть, диалогом других, что жизнь, реально загробная жизнь существует. Средство первое – это память смертная. Помни последнее своя, и вовек не согрешишь. И вот здесь пример святых подвижников для нас будет очень важным средством. Святой Иоанн Лесович говорил, как хлеб необходим человеку для поддержания его жизненных сил, так память смертная необходима человеку для того, чтобы поддержать в нем духовную силу, жить по-человечески, то есть жить для спасения души, жить так, как Бог благословил, а не как Ему хочется. И вот эти удивительные наставления, как насущный хлеб нам нужен, оказывается, для поддержания наших телесных сил, нам нужно постоянно помнить, что, может быть, сегодня моя жизнь пресечется. А то, как оно бывает, мы с вами знаем. Есть такой пример преподобный Афанасий Печерский, после того, когда приставился, как бы сейчас сказали, оказался в клинической смерти, потом вернулся к жизни. И когда его окружили братья, которые уже хотели его хоронить, он говорил только одно – кайтесь, кайтесь и непрестанно молитесь. Больше ничего не сказал. Уединился и через подвиг молитвы, поста и благочестия еще прожил 12 лет. У того же Иоанна Лествичника есть еще один пример, как один минок, молодой, заболел и приставился, и три дня был как бы за гробом, то есть за жизнью перед приготовлением к погребению. А потом пришел в себя. Вот бывает такое состояние, и врачи знают, что человек как бы уже и не дышит, и не имеет каких-то жизненных симптомов, а потом вдруг приходит в себя, оживает. Вот оживший этот человек потом начал такую подвиженскую жизнь, что все удивлялись, откуда в нем столько веры. А он просто побывал там. Вот память о том, что оттуда приходил Христос и туда забрал свою причистую Матерь, еще раз говорит нам о том, что смерть побеждена смертью Христа. И наша память о смерти поможет нам побороться со страхом смерти для каждого из нас. Следующее очень важное средство – это чистая совесть. Не случайно человек с чистой совестью живет совсем по-другому, чем тот, у которого она нечиста, засорена, осквернена. И не случайно, говорят, человек с прожженной совестью. А еще говорят, что совесть угрызает, совесть снедает. Человек просыпается, будимый совестью. Что ж ты сделал? Зачем ты это сделала? Не случайно, когда человек, будучи по природе поврежденным и окружен многими соблазнами, а потому и иногда попадает в состояние греха, по христианской традиции исповедует, то есть омывает свои грехи и идет дальше, пытаясь снова не возвращаться в прежние грехи, он очищает свою совесть. Ему кажется, что так легко. Да, у меня было столько грехов, но Бог милосердный простил мне. Простил. Я чувствую, что нет. Нет вот осуждения совести. Об этом и Евангелие призывает нас. Если совесть тебя не осуждает, то даже к чаше приходи, почаще причащайся. Все, что было у тебя, Бог тебе простил. Нового не набирай, не оскверняй своей совести. Живи с Богом. И не страшно будет тебе умирать. Как не страшно было умирать, помните, Симеону Богоприимцу, который, умирая, сказал, «Ныне отпущаешь меня, раба твоего, владыка, по глаголу твоему, с миром». Вот это ожидание вечности с чистой совестью на этом замечательном великом святом сказывается для каждого из нас. Вот чтобы нам, вот так, как он, Симеон, сказать, «И меня ты отпускаешь, Господи, с миром». Мы должны примириться с Богом и с ближними. Мы ни на кого не должны иметь обиду, ни на кого не должны обижаться. А еще лучше у всех попросить прощения и жить с чистой совестью. Еще очень важный совет и важное средство – это, дорогие мои, память о том, что жизнь человека, она дана Богом, и душа не умирает, она бессмертна. Об этом говорит Экклесиаст в 12-й главе. «Возвратится тело в прах, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который его дал». Вы слышите, прах, каждый из нас, по слову, которое услышал к себе Адам, «Земля ты, и в землю отойдешь». Вот если мы будем помнить, что мы прах, и в прах возвратимся, а душа пойдет к Богу, от Которого в каждом из нас живет, и выше просится душа, она не здешних мест жалится, она просится к Богу, она ищет Бога. А тот, кто не дает Бога или не насыщает душу верой, он заполняет и забивает голос души, голос совести, чем угодно, и наполняют такие, кто вином, кто блудом, кто развратом, кто чем наполняют этот голос совести, голос жаждущий Бога. Неслучайно один из святых сказал, «Господи, я ни в чем не успокоюсь, пока не найду Тебя». И вот сколько бы ни выпил, ему все мало, сколько бы ни погулял, все еще не нагуляется, сколько бы ни приобрел, все равно еще бедный, еще больше хочется, богатства, имения, имущества, чувственных наслаждений, и кажется это бесконечно, и как только человек обретет Бога, он поймет, рано или поздно, все оставлю, в гробу карманов нет, и вестник смерти ни за кем не приходит. Ах, если бы был этот вестник! Тогда бы можно было грешить и грешить, а потом он за час предупредит или за день? За день можно было бы исправиться. Вот почему Бог не посылает вестник, чтобы человек не за час начинал правильно жить, а узнавал о правильной жизни. И если узнает, что после этой временной жизни жизнь жительствует, она не заканчивается, готовился к той вечной жизни, к которой готовились святые подвижники. И, наконец, еще одно очень важное средство, которое указано многими подвижниками благочестия. Оно заключается в том, что вера в бессмертие нашей души говорит о том, что в определенный день душа наша соединится с воскресшим, преображенным телом. Это вера христиан, чтобы мы не только поживем, умрем, но и воскреснем. Об этом говорит сам Христос. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить в гиене огненной. И сам Христос, Спаситель, говорит нам всякий верующий в меня, если умрет, оживет. И Спаситель в беседе с Марфой, с сестрой Лазаря, открывает ей эту глубокую истину. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня не умрет. Вот если мы читаем эти слова, если не пробуждает в нас чувство бессмертия. А ведь именно это чувство может помочь нам победить чувство страха смерти. Вот эта вера в собственное бессмертие должна наполнить всю жизнь человека, верующего в победителя смерти Христа. Чтобы мы, когда придет этот час, не только не боялись его, но были к нему готовы. Страх смерти потому страшен нам, что мы, Господи, мы же не готовы не сичь. Нет, нет, Господи, не приходи. Вот мы такие. Помните, как жили первые христиане? Те, которые не боялись идти на крест. Их выводили диким зверям. Их выводили на костры. Они не боялись смерти. Они смотрели в небо. И ждали, что вот это и есть их переход. Это не смерть, это не конец. Это те, которые верили в свое бессмертие, которые ожидали встречи с Господом, чаю, воскресенье мертвых и жизни будущего века. Это потом отголоски остались в наших, потом защитниках, в войнах, Второй мировой войны. Помните? Смерть не страшна. С ней не раз мы встречались в степи. Не страшна смерть за веру, за Отечество, за любовь, за семью, за веру православную, за Церковь Христову, за дом Пресвятой Богородицы, говорил Александр Васильевич Суворов. Умрем, братья, за дом Пресвятой Богородицы, за Святую Русь Матушку. И шли бойцы, отдавали самое дорогое, свою жизнь. Почему? Потому что русское воинство под стягом спаса нерукотворного веровало и верует, что жизнь за гробом существует. И вот тогда и на земле жизнь имеет смысл, и радость, и любовь, и ожидание, и надежду. А отними у человека веру в свое бессмертие. И жизнь человека обессмысливается. Вот дай Бог нам, дорогие, не бояться смерти, а это чувство к нам придет только тогда, когда мы укрепим в себе чувство собственного бессмертия. Именно об этом сегодня напоминает нам замечательный праздник, успение Пресвятой Богородицы, которая не умерла, а перешла в лучшую жизнь. Туда, куда перейдем и все мы. Сколько тебе осталось? Не знаю, Господи. Но сколько не осталось? Дай мне, Господи, прежде конца покаяния. Дай мне, Господи, исправление, чтобы не в последний час моей жизни я надеялся на покаяние, а чтобы всю жизнь свою в покаяние обратил, чтобы и в храм ходить не ленился, и Богу молиться не ленился, и о Тебе, Господи, читать Святое Писание не ленился. Потому что как только я забываю, что вот сегодня может быть этот час, эта встреча с Тобою, я начинаю увлекаться чем-то другим, совсем ненужным, совсем удаляющим меня от неба, от моего спасения. Вот дай, Господи, чтобы мы почаще смотрели на небо, ибо там наш Отец, там наше Отечество. Вот этого мне хотелось бы пожелать всем вам, дорогие, не бояться смерти, а не бояться будем только тогда, когда и жизнь, и душу, и сердце напитаем любовью к победившему смерти. Ко Христу, Господу нашему, Которому со Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. Которому со Отцем и Духом, Которому со Отцем и Духом,